До новогодней ночи осталось всего неделя. Это значит, что подготовка к празднику вступила в завершающую стадию. И как тут обойтись без главного атрибута – ели? Новый год – это время ярких красок и безудержного веселья. В каждой отдельной семье существуют свои новогодние традиции. Однако есть всеобщие, которые соблюдает каждый. Прежде всего, это украшение елки. В канун Нового года практически в каждом доме устанавливают живую ель и украшают ее, пуская в ход богатую фантазию. Вот только мало кто думает о том, что в преддверии Нового года по всей стране вырубаются миллионы пушистых красавиц. Чтобы обеспечить население желанными деревьями, требуется приблизительно 6 гектаров плантаций с молодыми елями. Но с каждым годом желающих купить лесную красавицу становится все меньше. Если анализировать показатели проведенных аукционов за последние 3 года, то можно сделать вывод о том, что потребность в живых елях ежегодно уменьшается. В частности, в 2012 году по итогам проведенных аукционов было реализовано 1900 елей. В 2013 году 1000 елей. В 2014 году 500 елей. На аукцион выставляется определенное количество елей. И если жители раскупят не все елочки, то оставшиеся отправятся в родной лес расти дальше. Вот только такой исход событий нам в этом году скорее всего не грозит. Елки буквально сметают с площадки. Кстати, таких елочных базаров, где можно приобрести зеленую красавицу в столице Чувашии, 13. В день, если честно, вот это все разбирают. В вечернее время, в нерабочие уже, когда люди с работы вышли, они едут, смотрят, выходят даже с остановок, ну, с автотролейбусов. Едут по своим делам, выходят, видят, все забирают. Ажиотаж большой, новогоднее настроение, да, елка, она не только красиво выглядит к праздничному столу, но и пахнет соответствующе. Стоять такая красавица будет до середины февраля, по крайней мере, это обещают продавцы. А вот какую елку лучше всего поставить в своей квартире, живую или искусственную, каждый решает сам. Искусственную мы ставим? Искусственную, потому что настоящая она осыпается. Отсыпается, дети в воде. Да, но у нас в каждой комнате по елочке, в спальне елочка, в зале, на кухне. Мы очень к этому очень ответственно подходим, все украшаем. Живую, конечно. Почему живую? Не жалко? Нету. Мы в деревне будем отмечать, да, за городом елки сами посадили. Растут. Стоять же станет. Разверять лес не будем. Искусственную, да. Ну, давно уже поставили, с ноября. Живую, во-первых, жалко, пусть она лучше в лесу растет. В каждой семье свои новогодние традиции. Как правило, дома большой пирог, у нас новогодний гусь обязательно с яблоками. Ну и потом уходим на улицу, стреляем. Это фейерверки всякие разные. И катаемся на самках. Выходим гулять, салюты пускаем, прогулочки, в декатрах строителей выходим. Там прогуливаемся, елки, хороводы проводим. А потом уже домой спать. Всегда по-разному. Когда идем гулять, и когда к нам приходят по-разному. После 12 ночи мы идем на горку кататься всей семьей. Как и столетия назад, под Новый год принято обмениваться подарками. А вот елки, кстати, украшали раньше только на улицах, что и делают до сих пор во многих странах. Тенденция последних лет – елки в специальных катках. Потом их можно вернуть в лесхоз, где они продолжают расти до следующего года. Оливье, елочка, украшенная электрическими гирляндами и бой курантов. Все это доставляет нам не меньше удовольствия, чем в детстве. В некоторых домах окна и зеркала по старинке украшают бумажными снежинками и узорами зубной пасты. Кто-то старается встречать первые минуты Нового года в кругу семьи. Кто-то предпочитает нежиться на золотых песках Египта или Таиланда. Для каждого Новый год свой, однако есть у нас и нечто общее. Это хорошее настроение, ну и, конечно, ожидание чуда.